Значит, план на сегодня это вот поговорить про разбиение и потом поговорить про числа Каталана. Значит, про всякие формальные вещи, ну вот на следующей неделе будет третья контрольная работа по производящим рядам и разбиениям, ну более точные темы пишу еще в Телеграме, и она, я надеюсь, что будет не на семинаре, а когда-то вне семинара, вот, ну посмотрим, как это пойдет. И еще не близится, значит, дедлайн расчетной работы, вы, пожалуйста, сдавайте, а то будет плохо. Там у вас еще и по мутану говорят, какая-то расчетная работа тоже, так что не затягивайте. Мне можно писать в Телеграме, ну вот Антону можно сдавать, и если что, вот есть Вера Зеленова, я не знаю, знаете ли вы ее уже или нет, и Игорь Евгеньевич Преображенский тоже готов принимать, в общем, вы пишите. Значит, да, зачет, ну про то, когда будет зачет и в каком формате я еще, ну то есть я точно скажу, там, вот на следующей неделе, когда я приеду, скорее всего будет, ну то есть, во-первых, как бы, после того, как переконтрольных продуктов, станет понятно, там, что вообще и как с зачетом, но напомню, что правила такие, что надо по этим трем темам, там, уметь решать сколько-то, там, по пять, грубо говоря, по пять задач, а, значит, если вы хорошо написали контрольную, то надо уметь решать меньше задач. Вот, и вы вообще знаете, например, когда у вас последний учебный день в семестре? Ну вот я что-то тоже пока не понял, и от этого зависит, там, когда будет зачет, и, в общем, я надеюсь, что к следующей неделе это станет понятно, и тогда уже разберемся. Хорошо. Короче говоря, давайте переходить к делу. Что? Значит, сначала про разбиение. Ну вот, разбиение. У нас есть N натуральное число, N натуральное, и мы раскладываем его в сумму натуральных слагаемых. Я надеюсь, что это его было. Это уже было, значит, раскладываем раскладываем N в сумму натуральных слагаемых. Натуральных слагаемых. Значит, N. И, ну, не знаю, вот мы и считаем количество таких разложений. Значит, и считаем число таких разложений. Тут и это число обозначаем через P от N. и это число обозначаем P от N. Тут важно что сказать. Что бывают, как бы тут можно сказать, что, ну, вот, например, 4, значит, например, там, число 4 можно как разложить. Как 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 можно как 3 плюс 1 можно как 2 плюс 2 можно как 2 плюс 1 плюс 1 что еще бывает? Как как? Вроде все, да? Раз, два, три, четыре, вроде все. Да, и тут тут есть такой значит, ну, не тонкий момент, но просто мы считаем, что те разбиения, которые отличаются перестановкой слагаемых, они одинаковые. То есть считаем, что 3 плюс 1 равно то же самое 3 плюс 1 это то же самое, что 1 плюс 3. да, это называется на самом деле там неупорядоченное разбиение, а бывает еще упорядоченное, когда мы считаем, что такие разбиения разные. Ну, это довольно как-то странно считать, что такие разбиения разные, но тем не менее можно и так, и такие разбиения считать чуть проще, но мы считаем это это неупорядоченное разбиение. Мы вот занимаемся такими, конечно, когда это одно и то же. не упоря дочинные разбиения. Вот. Ну, таким образом, вот мы тут посчитали, получилось, значит, раз, два, три, четыре, пять. Ну, это я так в скобки обведу, что как бы... У нас получилось пять, и вроде бы, значит, P от четырех равно пяти. И, наверное, да, у вас было, что это можно все изображать диаграммами Юнга, да? Раз, два, три, четыре, пять. P от четырех равно пяти. Значит, это все продолжение примера. Вот это пример, и это тоже продолжение примера. Знаете ли вы, что такое диаграмма Юнга? Все вернулись? Отлично. Я рад всех видеть. Так все-таки про диаграммы Юнга, я что-то вас не слышу. Вы знаете или не знаете? Напомните, пожалуйста. Напомните, хорошо. Значит, вот каждое разбиение можно изображать с помощью диаграммы Юнга. Тогда это уже не продолжение примера. Значит, диаграмма Юнга, ну, определение давайте. Диаграмма Юнга это ну, просто такая набор давайте так напишу набор клеток на плоскости с кучей всяких условий на плоскости, которые я не буду писать с условиями, не буду формально писать, но сейчас объясню. значит, диаграмма Юнга это вот такие вот наборы клеточек, которые их можно по-разному рисовать, но давайте считать, что они находятся как бы внутри вот такого угла, да, и мы всегда по строкам не строго уменьшаемся и по столбцам тоже не строго уменьшаемся. То есть, вот это это как бы я все-таки сотру вот эти линии, но вот это, например, диаграмма Юнга и, например, вот это тоже диаграмма Юнга. Значит, это диаграмма Юнга из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеточек, это диаграмма Юнга из шести клеточек. Окей? То есть, вот любая любая вот такая вот лесенка это диаграмма Юнга. Значит, вот так вот. Вот это, например, диаграмма Юнга раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать клеточек. Вот. Каждая диаграмма Юнга отвечает разбиению числа, того числа, сколько в ней клеточек. Значит, каждая диаграмма Юнга каждая диаграмма Юнга отвечает разбиению числа N, где N число клеток в диаграмме Юнга. В диаграмме. В частности, значит, вот здесь, вот здесь, раз, два, три, четыре, еще раз, сколько тут, восемь, здесь восемь клеток, восемь клеток, здесь шесть, здесь тут вообще раз, два, три, четыре, я уже забыл, сколько, восемь, и еще четыре, двенадцать. Каким разбиением они отвечают? Значит, вот слагаемое разбиение это просто длинный строк диаграммы. Значит, слагаемое разбиение это длинный строк диаграммы. То есть, вот у нас в этом примере, в первом, да, восемь клеток означает какое-то разбиение числа восемь. Это разбиение числа восемь на слагаемое четыре, три и один. Да, вот тут четыре, три и один. То есть, это четыре плюс три плюс один равно восемь. А это два плюс два плюс два равно шесть. А это четыре плюс три плюс два плюс два плюс один. Окей? Да. То есть, легко понять, что это биекция. это действительно биекция между вроде как очевидно, между разбиениями и диаграммами Юнга. Каждому диаграммами Юнга. Каждому разбиению мы можем нарисовать диаграмму Юнга. Просто вот в первую строчку рисуем самое большее слагаемое в разбиении, во вторую следующее по размеру и так далее. Но если они одинаковые, то одинаковые, ничего страшного. Ну, например, вот можно продолжить этот пример для четырех и нарисовать диаграмму Юнга для разбиения четырех на слагаемое. Значит, у нас вот четыре это просто вот такая одна строчка. 3 плюс 1 это ой, что я криво рисовал сейчас. Это значит две строчки. Первая строчка 3, вторая 1. 2 плюс 2 это просто квадратик такой. В первой строчке 2 и второй строчке 2. 2 плюс 1 плюс 1 это в первой строчке 2, потом 1 и потом еще 1. Ну, и 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 это столбец просто вот такой. Раз, два, три, четыре. Пум-пум-пум-пум. Это такой просто удобный способ представлять эти разбиения. Хорошо? Можно вырезать вопрос по зеленой надписи каждой диаграммы заключается в гене числа N, BN, кокринического клетка и диаграммий и хаучек. Ага. А, нет, я разобрался. Я просто... Да. Ну, как бы давайте я допишу суммарное число BN, суммарное число клеток. суммарное число клеток в диаграмме. Слагаемое разбиение это длинный строк диаграммы. Значит, ну хорошо. Просто вот это определение и... Ну как, если я правильно понимаю, то вот у Георгия Борисовича на лекциях значит, была такая функция производящая функция значит, производящая функция производящая функция для PN. Мы собираем у нас как как и на прошлой лекции значит, у нас PN это некоторые числовые последовательности как у нас были числа Фибоначчи значит, PN это числовая последовательность последовательность ну вот вспомним вспомним числа Фибоначчи например значит, как устроено давайте считать, что P от нуля это единица ну так для определенности нам нужно мы обычно считаем с нуля вот давайте считать, что число 0 можно разбить наслагаемое одним способом значит, P от единицы 0 от единицы P от двойки чему равна? ну двум либо 2 либо 1 плюс 1 P от тройки 3 да 3 2 плюс 1 1 плюс 1 плюс 1 значит, P от 4 мы уже посчитали это сколько-то там 5 ну и так далее значит, и мы можем собрать это все в предыдущий ряд который обозначался через E от x это значит вот сумма от нуля до бесконечности давайте от пока суммирует все-таки от нуля до бесконечности P от n P от n на x степени n да это P от нуля плюс P от единицы x плюс P от двойки x квадрат плюс и так далее это равно значит вот 1 плюс x плюс 2x квадрат плюс 3x куб плюс 5x четвертый плюс и так далее ну и задача, которую хочется решить ну вот как мы в прошлый раз нашли там производящий мы в прошлый раз напомню нашли числа сибоначи они удовлетворяют к такому простому рекуррентному соотношению мы используя это нашли квадратное уравнение на производящий ряд для числа сибоначи вот соответствующая вот эта вот производящая функция это производящая функция производящая функция для числа разбиений на слагаемое а вот в прошлый раз производящая функция для числа сибоначи она удовлетворяла квадратному уравнению и если помните мы используя это квадратное уравнение в самом конце вывели прям формулу явную для числа сибоначи тут так значит лихо не получится да тут задача глобально та же самая вот хотим формулу для p от n значит как бы глобально хочется формулу формулу для p от n ну через n какую-нибудь формулу но ничего не получится сейчас но ничего не получится это такой дисклеймер да ничего не получится ну как бы вот казалось бы берем и считаем но замкнутой формулы нет человечество не знает замкнутой формулы для числа p от n но что-то про эти числа можно сказать используя эти предзвечие функции и вот там я так понимаю что Берг Борисович заказывает вам пентагональную то что называется пентагональная теорема Эйвера про эту функцию e от x мы сейчас ее конечно не будем доказывать он там докажет свою лекцию я просто сейчас несколько несколько утверждений про эту функцию e от x скажу ну кстати 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 вот если думать про то что вообще все это за наука и откуда она когда она изучалась это довольно свежая деятельность то есть нет пентагональная формула Эйлера конечно не совсем свежая в смысле что Эйль давно жил но вообще-то люди там занимались такой теорией чисел в начале века всякий там Романуджан если вы слышали про него в начале 20 века вполне себе какие-то такие вещи делал интересные ну хорошо значит давайте поймем что мы можем сказать про эту функцию f от x значит скажем что-нибудь значит скажем что-нибудь сейчас будет понятно что мы скажем что значит что-нибудь про эт x вот смотрите мы предлагаю так странно рассуждать я сейчас возможно повторюсь но если я буду повторяться в смысле с тем что говорил Гаргар что и хорошо вы мне быстро скажете вот давайте так рассуждать пусть у нас есть только мы раскладываем число в натуральные слагаемые и пусть у нас есть только слагаемые равные 1 значит пусть то есть это как бы шаг 1 будет у нас сейчас значит шаг 1 пусть доступна только слагаемые слагаемые равные 1 тогда сколько сколько разбиений у p от n ну такое это не совсем p от n но это совсем не p от n точнее но вот мы то есть мы считаем сколько разбиений числа n на слагаемые равные 1 1 значит разбиений разбиений числа n на слагаемые равные единицы единицы всегда одна одна штука тут как бы гадалки не ходи у нас будет 1 плюс 1 плюс 1 и так далее значит теперь давайте сделаем производящую функцию таких разбиений но таких странных разбиений значит производящая функция 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 таких разбиений это что такое ну это вот 1 плюс x плюс x квадрат плюс x в кубе плюс x четвертый плюс так далее но вы знаете чему это равно чему равна такая штука в компактной записи как многочлен делить на многочлен да помните что-то было такое да надо повторить почему вот это равно вот этому хорошо вот значит мы разобрались мы сделали такое странное никому не нужное наблюдение что разбиение числа n на слагаемое равное 1 всегда одна штука и производящая функция таких разбиений это вот такая производящая функция 1 плюс x плюс x квадрат плюс x квадрат и так далее и она равна 1 делить на 1 минус x как бы можно было ничего не говорить понятно что мы какую-то очевидность сказали в общем но тем не менее запомнили значит шаг 2 давайте теперь хочу сделать то же самое но только пусть у нас доступны слагаемые только равные двойки вот у нас есть только двойки и мы из двоек делаем ну прибавляя друг другу двойки делаем числа то есть разбиение числа n на слагаемое равное двум сейчас я попробую тут получится у меня или нет значит я сейчас вот это вот оп коп копировать о гениально на слагаемое равное равное двойки разбиение числа n на слагаемое равное двойки всегда сколько сколько их мы же не все через махмана да ну значит какие варианты для четных чисел это получается один способ да то есть это равно один если n четно да ну если она не четно то нельзя правильно таким образом получились тоже такие странные странные последовательности она значит то 1 то 0 то 1 то 0 какая производящая функция производящая функция для этой последовательности производящая функция для этой последовательности последовательности равна ну 0 мы считаем четное число поэтому 0 один раз можно разложить ну давайте скажите что за производящая функция значит 0 мы можем один раз разложить единицу можем 0 разложить поэтому будет плюс 0 умножить на ой на x у нас буква x обычно да ой ой плюс 0 умножить на x плюс 1 умножить на x квадрат плюс 0 умножить на x куб правильно я пишу да то есть получается 1 плюс x плюс ой теперь уже неправильно 1 плюс x квадрат плюс x четвертый плюс и так далее это чему равно это чему равно да вот с этим все согласны что это 1 поделить на 1 минус x квадрат это понятно очевидно все отлично всем очевидно но смотрите мы просто понимаем это вот как что когда мы пишем что 1 делить на 1 минус t это 1 плюс t плюс t в квадрате плюс t в кубе плюс и так далее мы сюда вместо t можем поставить что угодно то есть можем написать что 1 минус 1 делить на 1 минус f от t какое-то это будет 1 плюс f от t плюс f от t в квадрате плюс f от t в кубе плюс так далее а в частности здесь просто стоит x квадрат вместо t получается 1 плюс x квадрат плюс x четвертый плюс так далее нормально хорошо отлично значит это был шаг 2 я напомню сейчас значит у нас было вот шаг 1 шаг 2 да теперь значит шаг 3 самая хитрая теперь пусть у нас есть разбиение ой есть слагаемые и единицы и двойки пусть теперь есть и единицы и двойки но это уже так как бы сложно сказать сколько это будет какие это будут числа там ну вот например не знаю для 4 видите у нас тут для 4 у нас нашим условиям сейчас будут удовлетворять и вот это и вот это и вот это там для 4 например это равно 3 ну и тут как посчитать такое число для данного n это как-то уже непонятно как сходу но я утверждаю что сейчас легко очень мы напишем производящую функцию для вот таких для числа разбиений значит я утверждаю утверждение что мы легко напишем производящую функцию значит пусть теперь есть сами числа посчитать не очень сами числа не будем считать не будем считать но но я утверждаю следующее что производящие производящая функция для чисел разбиения для числа разбиений n на слагаемые равные 1 или 2 равна 1 делить на 1 минус x умножить на 1 делить на 1 минус x квадрате то есть произведение производящих функций производящих функций из шага 1 шага 1 и шага 2 шага 2 понятно что я утверждаю вообще да то есть у нас есть у нас есть какая-то производящая функция какие-то числа которые мы даже не стали считать ну можно посчитать начальный отрезок но мы ленимся и мы записываем их значит ну вот там какая-то она есть ну давайте хорошо давайте начальный отрезок напишем значит 0 мы можем разложить один раз единицу мы можем разложить все еще один раз двойку можем разложить теперь уже два раза потому что и 2 и 1 плюс 1 подходит тройка мы можем разложить ну тоже видимо два раза 1 плюс 1 плюс 1 и 2 плюс 1 значит четверку кажется там было 3 да 1 2 3 3 x 4 плюс так далее ну вот какая-то такая штука почему-то это будет произведение то есть мы хотим понять почему это равно 1 плюс x плюс x квадрате плюс и так далее умножить на 1 плюс x квадрате плюс x четвертый плюс x шестой плюс и так далее как это понять что если у нас есть единицы или двойки то надо просто перемножить эти две произведущие функции ну смотрите то есть как мы мы хотим на самом деле понять что 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 когда мы возьмем значит хотим хотим вот что рассмотрим коэффициент при x в катой у вот этого произведения произведения плюс x в кубе плюс x в четвертый там плюс и так далее на сумму квадратов да сумму четных степеней в смысле и хотим как-то понять хотим понять что хотим понять что он равен этот коэффициент при x в катой равен числу способов разложить k в сумму слагаемых равных 1 или 2 правильно верно верно ну хорошо а как получается коэффициент при x в степени k у произведения двух рядов формальных это вы знаете но помните в прошлый раз мы обсуждали что если есть два ряда там а0 плюс а1x плюс а2x квадрат плюс и так далее умножить на b0 плюс b1x плюс b2x квадрат плюс и так далее то коэффициент при x в катой это будет сумма i плюс g равна k а i t b g t правильно а0bk плюс то есть а0bk плюс а1bk минус 1 плюс и так далее плюс что там akb0 да ну вот ну хорошо тогда смотрите как бы вот мы считаем коэффициент при x в катой в произведении значит вот этих вот в этом произведении считаем это всевозможная сумма таких слагаемых значит но какой-то какой-то x в какой-то степени из первой скобки умножить на x в какой-то степени из второй скобки но теперь на что значит ну вот допустим например не знаю например... сейчас я как-нибудь... я возвращаюсь... ой... не тем... возвращаюсь вот к этому... ой, опять не то... возвращаюсь вот к этому ряду, да? например... коэффициент при x в пятой даже, допустим, да? ну, чему он будет равен? он будет, если из первой скобки 1, то из второй скобки там пятерки нет значит, из первой скобки х в первой, значит, из второй скобки будет х в четвертой, да? это значит, будет... давайте 1, я так буду писать тут х умножить на х в четвертой, это откуда он пришел, да? плюс, значит, если из первой скобки х в квадрате, из второй скобки, ну, ничего не получится, потому что надо х в пятой из первой скобки х в кубе, значит, из второй скобки х в квадрате еще плюс единичка х в кубе на х в квадрате понятно, что я пишу? прием, прием, понятно? да, да вот, значит, х в кубе х в квадрате получилось х в четвертой из первой скобки опять ничего не получится из первой скобки теперь надо х в пятой взять, и тогда из второй единичку плюс еще один х в пятой умножить на один и все больше никаких вариантов нет значит смотрите, чему это соответствует это отвечает ровно тому, что вот эта единичка и вот эта разбиение и вот эта х умножить на х четвертый это означает, что мы пятерку разбили на слагаемые равные 1, 2 и 2 1, потому что мы из первой скобки взяли х первой то взяли одну единицу а из второй скобки взяли х четвертый, то взяли две двойки здесь мы взяли три единицы 1 плюс 1 плюс 1 и одну двойку а здесь мы взяли 5 единиц и это все возможные способы разбить пятерку на слагаемые равные 1 и 2 да, все равно и так же будет работать в общем случае видите, мы если у нас какое-то число k если какое-то k значит наше равно там сколько-то единиц, да плюс сколько-то двоек то что это значит это значит, что мы должны взять да, как бы это и у нас же каждый раз будет этот коэффициент это сумма единичек будет и мы каждый раз должны взять значит, сколько единичек мы должны взять вот там три единички значит, это будет три единички будут приходить из х степени 3 а там четыре двойки будут приходить из х в какой степени? Ну, в восьмой. То есть, вот эта слагаемая будет отвечать x в кубе умножить на x в восьмой. В этом случае там k равно 11 у меня, да? Вот это одно из слагаемых, одно из разбиений числа 11 на единицы и двойки, которое в предыдущем ряду будет отвечать вот этому x в кубе умножить на x восьмой. Так, что-нибудь понятно или ничего не понятно? Можете еще раз объяснить, как много эффекта при x в кубе? Ну, смотрите, мы говорим, что сначала мы просто смотрим алгебраически. Вот сюда. Алгебраически смотрим вот сюда, да? Мы говорим, как получается x в пятой. Ну, либо мы из первой скобки берем один, если мы из первой скобки берем один, то из второй ничего не можем взять, x в пятой не получим, потому что это только четное. Значит, из первой можем взять x, тогда из второй берем x в четвертой. Это значит, получился вот этот, это слагаемая, коэффициент один. Да? Дальше как еще получить x в пятой? Ну, если мы возьмем x в кубе здесь и здесь x в квадрате. Вот эта вот штука, и тоже коэффициент один. Ну и так далее. Понятно, как мы x и подбираем, а почему у нас единицы берем на два получается? Можете еще раз... Ну, смотрите, у нас по определению, ну не по определению, как бы, по свойству умножения рядов выполнено вот это, да, что коэффициент при x в катой это вот такая сумма. Но когда мы ищем коэффициент, допустим, при x в пятой, и мы пробегаем, вот у нас действительно такая сумма получилась, сумма и и плюс g равно 5, коэффициент при аитой, коэффициент при x в степени и, коэффициент при x в степени g. Но все эти коэффициенты у нас, аитой и бежитой равны единице. Ну вот здесь. Вот здесь все эти коэффициенты равны единице, да? Поэтому вот эта сумма, это все время будет сумма единичек. И нам надо просто посчитать, значит, сколько раз мы эти единички посчитали. Вот сколько раз мы эти единички посчитали, это, собственно, сколько слагаемых в этой сумме. Значит, и это столько, сколько разбиений на единице и двойке у нас будет. Значит, почему... Теперь смотрите, каждая, когда мы берем, перемножаем, то каждая слагаемая вот в этой сумме у нас будет разбиением на единице и двойке. Потому что у нас будет, вот, ну как вот в этом примере, у нас будет сколько-то единиц, сколько-то двоек, это в точности будет x в кубе умножить на x в восьмой. А во-вторых, если у нас есть любое разбиение на единице и двойке, то это тоже будет какое-то слагаемое вот в этой сумме в произведении. Не стало, я боюсь, понятнее, да? Нет, все понятно, понятнее, понятнее стало. Понятно? Отлично. То есть, идейно, смотрите, давайте я теперь просто на пальцах попробую. Вот у нас есть, как бы, вот эта сумма 1 плюс x плюс x в квадрат, 1 делить на 1 минус x, и сумма по квадратам. И как бы, ну вот, действительно, мы их перемножая, мы получаем, что каждое слагаемое это x в какой-то степени, ну, на самом деле, я повторяю, видимо, то же самое, x в какой-то степени, который пришел из единичек, и x в какой-то степени, который пришел из двоек. Ну, мы двойки делим на 2, потому что, как бы, у нас каждая по 2. Поэтому у нас получается, что x в четвертой отвечает в 2 плюс 2. И получается разбиение на единицы двойки. Вот. И смотрите, таким образом мы получили, что, вот доказали это утверждение, где оно тут написано. Вот, вот это утверждение доказали, что производящая функция для числа разбиений n, слагаемая равна 1 или 2, равна вот этому произведению. Ну, смотрите, пусть у нас теперь есть еще тройки. Тогда я утверждаю, что нужно просто... Значит, тут составим треугольничек, на всякий случай. Если есть еще двойки, тройки, то я утверждаю. Сейчас давайте я еще, там, минуту поговорю и прервемся на рекламу. Если есть еще тройки, то нужно что сделать? Ну, выписать по произведению еще одного ряда 1 плюс x5 плюс x6. Только в чем делить на x6? Или я неправильно слышал? Да, да, да. Нет, просто единица плюс x2 плюс x6 плюс x9. А, да, 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 да. На умножить на такой ряд. То есть следующее утверждение, которое будет, наверное, утверждение 2, что если есть, я уже кратко напишу, да, если есть единицы двойки и тройки, то производящая функция будет 1 делить на 1 минус x умножить на 1 делить на 1 минус x в квадрате умножить на 1 делить на 1 минус x в кубе. Верите в это? Ну, то есть, это надо, конечно, немножко переварить, может быть, но это правда. Не очень, конечно, убеждает, но ладно. Но вот то же самое рассуждение мы будем делать, только там будет еще и тройки разрешены. И тройки будут приходить вот из этого, как вы правильно сказали, значит, вот из этого ряда, вот из этого ряда, который равен сам по себе 1 плюс x в кубе, плюс x в шестой, плюс x в девятой, плюс так далее. И таким образом мы получили теорему, которую, я так понимаю, тоже Георгий Борисович вам рассказывал, теорема о том, как о бесконечном произведении, о бесконечном произведении для вот этого e от x, с которого мы начинали. А именно утверждает следующее, что e от x, это что такое? Это 1 делить на 1 минус x, 1 делить на 1 минус x в квадрате, 1 делить на 1 минус x в кубе, 1 делить на 1 минус x в четвертый и так далее. То есть такое бесконечное произведение. Пока от единицы до бесконечности, 1 делить на 1 минус x в квадрате. Ну, то есть у меня теперь к вам два вопроса. Вопрос номер один. Правда ли, что если поверить в утверждение 1 и утверждение 2, то теорема верна? Ну да, правда. Ну, получается, разбиваемся в основном числе. Мы как-то про бесконечное произведение можем поперектировать. Все согласны, да? Ну, хоть кто-нибудь еще согласен, скажем так? У нас согласен. Поднимите руку, кто согласен, что утверждение 1 и утверждение 2 следует теорема. О, отлично. По крайней мере, я много вижу рук. Хорошо. А второе, что правда ли, что на лекциях у шабата тоже что-то такое было? Так, кто, поднимите руку, кто считает, что на лекциях это уже встречалось такое? Ну, рук меньше, но что-то такое было. Ну, хорошо. В общем, я утверждаю, что прям вот это было. И, значит, еще будет про это. Я прошу прощения, последняя, последняя фраза. Значит, мы ее, в общем, мы ее доказали, эту теорему. Мы, как бы, считаем, что доказали. И что будет еще не сегодня, не в следующий раз, но будет это такое довольно хитрое рекуррентное соотношение для этой функции E. Ну, в общем, это называется пентагональная теорема Эйлера. Это пентагональная теорема Эйлера. Для этих разбиений, для этой ethics. Хорошо. Значит, сейчас перерыв на рекламу, а после этого немножко еще поговорим про разбиение и про числа Каталана тогда. Да. Какие-нибудь вопросы? Вопросы, вопросы. Ну, хорошо. В общем, тогда вы на семинаре, вот сейчас там листочек про произведающие функции, а после него тоже небольшой листочек про разбиение. Давайте я еще несколько вещей скажу про разбиение. Ну, вот такие тоже похожие на эти шаг 1 и шаг 2, которые мы делали, чтобы, ну, так, чтобы, может быть… Что вы говорите? Я ее макею на рано сейчас будет? Сегодня? Вот это, не-не-не, это будет позже, вот это будет позже от шабата. Ага, хорошо, спасибо. Мы это… Ну, то есть я так понимаю, что он это от шабата. Он просто это начинал рассказывать, и я уже это не буду. Вот. А сейчас еще несколько, значит, утверждений про… несколько утверждений про разбиение. Вот по типу шагов 1 и шагов 2. Про разбиение… Аналоги… Шагов 1 и 2. Вот смотрите, пусть у нас… То есть тоже про разбиение с какими-то ограничениями. Значит, ну вот, что там? Утверждение 3. Утверждение 3. Хотим производящую функцию… Производящая функция для числа разбиений на различные слагаемые. Разбиений на различные слагаемые. На различные слагаемые. Разбиение равна. Я утверждаю… Давайте я сразу скажу ответ, что это такая штука. 1 плюс s… Ой, s у нас x, да? Ну, это не важно, конечно, какую я букву пишу, но так, чтобы… Просто для единообразия. 1 плюс x, 1 плюс x в квадрате, 1 плюс x в кубе, и так далее. Можете ли вы объяснить, почему это так? То есть у нас всегда различные слагаемые. Там, единицу мы можем представить. Единица – это единица. Двойка – это двойка. Вот как 1 плюс 1, так нельзя. Тройка – это тройка, это 1 плюс 2, а 1 плюс 1 плюс 1 нельзя. Значит, четверка, ну вот 4 можно, 3 плюс 1 можно, 2 плюс 2 нельзя, и 2 плюс 1 плюс 1 тоже нельзя. Ну, вот, то есть вот только различные разрешены. Есть ли идеи, почему… Ну, вот, еще раз, значит, мы говорим, что… Давайте подробно напишем, значит, мы говорим, что это равно А0, ну, не это, что А0 равно… А0 равно единице, А1 равно двойке, А… Почему А1? Ой, извините, А1, правильно, правильно, это А2. А0 просто у нас всегда равно единице, да. А3 равно двойке, А4 равно… тоже двойке, да? Да. И вот мы говорим, что, значит, А0 плюс А1х плюс А2х квадрат плюс А3х в кубе плюс А4х в четвертой плюс и так далее. Почему-то это будет равно, значит, вопросик 1 плюс х 1 плюс х в квадрат 1 плюс х в кубе и так далее. Почему А4 это 2 и 3? У нас же А4 это для числа 5. Не, А4 для числа 4. А0 для числа 0, А1 для 1, А2 для 2, А3… А4 для 4. Для 4 вот у нас 2. А почему тогда А2 на 1-2? Ой, потому что я неправильно написал. Спасибо. Смотрите, опять мы хотим понять, почему, значит, когда мы будем считать коэффициент при х степени К вот в этом произведении, вот в этом произведении, почему как-то объяснить, что получится все возможные разложения, разбиения на различные слагаемые. у нас получается степень 3х означает вот конкретное слагаемое. Да. мы можем брать только один раз. Поэтому у нас не может быть бесконечным числом как в прошлых 3х. Ну, в общем-то, да. Еще можно смотреть, как на это посмотреть, что вот со другой стороны такой вопрос, ой, слишком жирный вопрос. Значит, вопрос. Как интерпретировать интерпретировать вот такую производящую функцию? Такую производящую функцию. Вот рассмотрим производящую функцию, просто производящую функцию 1 плюс x умножить на 1 плюс x в квадрате. Ну, интерпретировать на языке всяких разбиений. Вот такая замечательная производящая функция. Всего 2 множителя. 2. 1 плюс x 1 плюс x в квадрате. Я утверждаю, что ее можно так интерпретировать. Это производящая функция для числа разбиений числа на слагаемые равные 1 и 2, причем на слагаемых равных 1 не более одной штуки. И слагаемых равных двойке тоже не более одной штуки. Правильно? То есть мы разбиваем число на слагаемые, но у нас разрешены только единицы и двойки, и причем не больше одной единицы, не больше одной двойки. вот это понятно? Можно еще раз. Вот смотрите, пусть мы разбиваем, опять у нас разбиение числа на слагаемые, да, считаем число разбиения на слагаемые, пусть слагаемые равны только единицам и двойкам, других нет, и у нас единица только одна есть, и двойка тоже только одна. У нас есть одна единица, одна двойка, и все, больше ничего нельзя, и мы из этих слагаемых должны число набирать. То есть у нас получается 1 это 1, 2 это 2, и еще можно тройку набрать как 1 плюс 2. Все, у нас все остальные будут нули. У нас больше ничего из одной единицы и одной двойки нельзя набрать, правильно? Производящая функция этой такой последовательности это ну и 0 мы тоже считаем что 1 раз можно набрать всегда 0 мы считаем что 1. То есть функция для такой последовательности это 1 плюс x плюс x квадрат плюс x кубе, правильно? но это в точности равно вот этой штуке но почему? потому что когда мы тут вот перемножаем вот здесь перемножаем то мы как раз получаем каждое каждое слагаемое оно отвечает какому-то разбиению вот каждое слагаемое здесь каждое слагаемое после раскрытия скобок после раскрытия скобок отвечает разбиению разбиению давайте разбиению давайте может быть я в общем виде попробую написать что если есть ну разбиению какого числа разбиению числа суммы степеней x на какие слагаемые на слагаемые равные степеням x взятых из каждой скобки но я чувствую что пока не очень понятно сейчас давайте вот попробуем еще разок вот есть вот это произведение 1 плюс x 1 плюс x в квадрате 1 плюс x в кубе и так далее бесконечное произведение тогда значит давайте я напишу попробую после раскрытия скобок после раскрытия скобок каждая слагаемая каждая слагаемая во первых имеет вид имеет вид такой значит ну какие-то единички а дальше там из каких-то скобок мы берем единицы из каких-то скобок x в квадрате степени правильно это будет 1 там на x в степени не знаю и 1 ну просто x в степени 1 x в степени 2 и так далее x в степени и k правильно там имеет вид какой-нибудь не знаю x в кубе на x седьмой на x 130 слагаемая имеет вид значит это слагаемая каждая слагаемая каждое давайте такое слагаемое такое слагаемое отвечает разбиению разбиению числа и 1 плюс и так далее плюс и k на слагаемые равные и 1 и 2 и так далее и k вот вот это как бы ключевое может быть что я не сказал в первой половине лекции не записал по крайней мере но вот это понятно то есть у нас получается мы берем произведение вот мы берем там x третий на x седьмой на x 130 у нас получилось и у нас получилось в произведении там x в степени 140 кажется вот такое слагаемое оно отмечает разложению 140 в сумму 130 плюс 7 плюс 3 если хотите оно отвечает диаграмме Юнга у которой вот здесь значит 130 здесь ну вот это вот 130 хорошо вот это вот 130 вот тут вот 7 раз 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 и еще 3 да и смотрите благодаря тому что у нас в каждой скобке разные x в разных степенях у нас все слагаемые всегда будут разными правильно у нас все показатели степени в этом произведении всегда будут разными поэтому это всегда будут разбиения на различные слагаемые верно это всегда будет разбиение на различные слагаемые и обратно тоже если у нас есть какое-нибудь разбиение на различные слагаемые то есть вот почему количество совпадает ну вот у нас получились всегда будут значит первое всегда всегда будут различные слагаемые различные слагаемые второе таким образом получилось как бы из ну вот а второе что наоборот если у нас есть какое-нибудь разбиение на различные слагаемые не знаю 77 обратно если есть разбиение на различные слагаемые на различные слагаемые то ему соответствует ровно ровно одно слагаемые ну вот после раскрытия скобок в этом произведении после раскрытия скобок в вот здесь ну например там вот 70 70 у нас было равно но не знаю 7 плюс 5 плюс 3 плюс что там остается 62 то есть мы пишем это как 62 плюс 7 плюс 5 плюс 3 и ему отвечает такое произведение x62 на x7 на x5 на x3 то есть мы из 3 скобки берем x3 из 5 скобки берем x5 x7 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 x62 x62 а из остальных скобок единица так ну что нормально но как-то не очень я хочу сказать что это во-первых очень логично все во-вторых очень красиво что вот мы можем как-то так это все записывать и понимать ну и это я хочу сказать что это те же самые рассуждения которые были когда мы делали вот эти шаг 1 и шаг 2 вот здесь помпомпом вот тут мы делали это ровно то же самое мы говорили что ну точнее шаг 3 да когда мы делали когда мы говорили шаг 3 когда у нас есть единицы и двойки то произведение функции это будет произведение ну вот вот когда мы утверждение 1 делали да это будет вот это произведение значит почему это произведение еще раз потому что когда мы раскроем скобки то каждая слагаемая будет отвечать разложению на единицы и двойки вот ну вот ровно так как мы здесь писали что каждая слагаемая у нас как бы можно написать же мы тут написали коэффициент при x5 я мог написать просто что x5 вот здесь x5 здесь равен x на x4 плюс x3 на x2 плюс x5 на 1 вот это как бы в левой части в одной части и в другой части ну понятно и ну только тут я плохо говорю там a5 x5 да равно вот этому следовательно a5 равно 3 да и вот эта тройка это 1 плюс 1 плюс 1 и так далее если тут я написал a5 x5 и каждая слагаемая вот в этой сумме отвечает разбиению пятерки на слагаемые равны единицам и двойкам первое x из первой скобки означает сколько мы единиц берем а второе x из второй скобки означает сколько мы двоек берем вот если мы взяли x в степени 2k значит мы взяли k двоек так так ну что как бы стало получше с этим всем или все еще как-то мутно понятно хорошо хорошо тогда вопрос вопрос считаем что мы доказали эту теорему это утверждение 3 и теперь утверждение где оно там было вот это было на различные теперь утверждение 4 херой вопрос напишите производящую функцию для разбиений на нечетные слагаемые производящая функция функция для разбиений на нечетные слагаемые нечетные слагаемые то есть у нас есть только единицы тройки пятерки и так далее но сколько хотите есть один три пять семь и так далее в любом количестве единицы деленные на один шик наверное пригодят да правильно так сейчас давайте ну вот ответ именно такой это правильный ответ теперь значит вопрос к вам кто поднимите руку кто согласен что это правильный ответ так не ну смотри кто как бы верит кто умеет объяснить что это правильно ну нет и хорошо кто умеет объяснить кто считает что он умеет объяснить что это правильный ответ хотя бы для себя просто кто себе умеет объяснить что это правильный ответ ну так такое Но смотрите Что я хочу сказать Что у нас есть единицы Если у нас были только единицы Как известно Как вроде бы мы поверили То это было бы вот это 1 делить на 1 минус х Если бы у нас были только тройки То это было бы вот это Если бы у нас были только пятерки То это было бы вот это Если бы были только семерки, то это было бы вот это и так далее. Это вроде бы мы в это поверим, там перемножать ряды не надо. Теперь если у нас есть тройки и пятерки, ну единицы и тройки, надо перемножить. Потому что таким образом получится всевозможное, всевозможные такие, когда мы раскроем тут скобки, когда мы напишем, как обычно, что, значит, вот мы тут раскрываем скобки, да, это 1 плюс x плюс x в квадрате плюс и так далее, на 1 плюс x в кубе плюс x в шестой плюс x в девятой плюс и так далее. Значит, раскрываем скобки, получаем 1 плюс x, x мы только один способ можем получить, x в квадрате, сколько именно? Ну тоже только одним плюс x в квадрате, значит, x в кубе мы можем получить, как 1 умножить на x в кубе плюс x в кубе умножить на 1. Там x в четвертой можем получить, кажется, только как x умножить на x в кубе, x в пятой можем получить, ну как, x в квадрат умножить на x в кубе и плюс x в пятой умножить на 1, да? Каждая, и так далее. Каждая слагаемая в этой сумме, вот каждая отдельная слагаемая, это отвечает какому-то разбиению. Какому разбиению? Разбиению числа суммы степеней на слагаемые равные вот этим степеням. Вот этот слагаемый отвечает разбиению пятерки на 2 и 3. Неправильно говорю, конечно, не на 2 и 3, а на 2 единицы и тройку. Потому что вот этот x в квадрат пришел вот отсюда, и этот x в квадрат означает, вот этот x в квадрат означает, что в разбиении будет 1 плюс 1. То есть вот это вот соответствует разбиению 5 на 1 плюс 1 плюс 3. На нечетные слагаемые 2 единицы и тройку. Так, ну хорошо, а кто-нибудь может что-нибудь спросить тогда? То есть в какой момент что непонятно? То есть вот, ну хорошо, давайте забудем про нечетные слагаемые. Пусть есть только единицы и тройки. То есть только произведение двух скобочек. Согласны, кто согласен с тем, что если мы раскроем скобки вот в этом зеленом произведении, да, то каждое слагаемое будет отвечать разбиению, ну вот, числа, которое равно сумме степеней, на единицы и тройки, где единица столько, сколько степень первого множителя, а троек сколько, столько, сколько, как бы делить на три степени второго множителя. Вот с этим кто-нибудь согласен? Согласны. Кто-то согласен. Хорошо. Но в обратную сторону, если есть, как бы, объекция мы типа делаем. Наоборот, если есть какое-нибудь разбиение числа, там, 2022 на единицы и тройки. 2022 мы сможем разбить на единицы и тройки? Ну, черт его знает. Может и сможем, может и нет. А, всегда сможем. Любое число сможем разбить на единицы и тройки, да? Значит, сможем. В 2022 каким-то образом разбиваем на единицы и тройки. Сможете ли вы найти в этой сумме длинной тот, тот слагаемый, который отвечает этому разбиению? Ну, вроде тоже сможете, да? Так, сможете или нет? Или вообще непонятно, зачем все это происходит, и вы уже выключились? Ну, вы же вроде не выключились, судя по тому, что выглядите сюда. Ну что, ничего не понятно? Все понятно или все плохо? Нет. Можно вот после вопроса, вы знаете ли, про число 2020, можно вот поподробнее? Ну, смотрите, берем 2022. То есть, в одну сторону понятно вроде бы. Я так понимаю, что вот от... Значит, мы хотим понять объекцию на самом деле, да? От произведения... От произведения к разбиениям понятно. К разбиениям. С этим вроде окей. Теперь обратно. От разбиения к произведению. Произведению. Вот у нас есть... Ну, давайте не доить 2022, я тут, конечно, загнул. Ну, пусть у нас есть число какое-нибудь, не знаю. 28. Мы его разбиваем на единицы и тройки. У него много разбиений, может быть, на единицы и тройки. Сумма единицы и тройки. Мы берем какое-нибудь одно. Например, берем там максимальное количество троек, да? 9, да? 9 троек будет. 3 плюс 3. То есть так далее. А, у меня, видимо, наушники... У меня, видимо, наушники разрядились. Да. У вас слышно. Да, да, все хорошо. А, даже лучше стало слышно. А, ладно. Тогда не будем их пользоваться. Значит, сумма троек. Их тут 9 штук, да? 9 штук. И еще одна единица. Правильно? Ну, вот такое разбиение есть. Есть, например, такое разбиение. Например, такое разбиение. Разбиение. Их много, да? У 28, но вот есть такое. Какое ему отвечает слагаемое? Мы должны взять из первой скобки х в первой степени, потому что тут одна единица. х в первой из первой скобки и х в 27 из второй скобки. Все. Вот оно. То есть х в 28 равно х в первой умножить на х в 27. и это, вот это то слагаемое, которое отвечает вот этому разбиению. А там, если у нас будет разбиение, не знаю, ну, вот какое там следующее, 8 троек, да? Нам нужно будет еще 4 единицы добавить. Раз, два, три, четыре. И это будет слагаемое х в четвертой из первой скобки умножить на х в 24 из второй. Ну вот 24 тут можно написать, если хотите. И вот 4 тоже можно написать, если хотите. как, значит, 4 умножить на 1, а это 8 умножить на 3. Вот 4 единички, 8 троечек. Нормально? Это мы сделали отображение в одну сторону, в другую сторону. Значит, действительно, разбиение ровно столько же, сколько слагаемых вот в этом произведении. В общем. Ну что? Нет? Понятно. Кому-то все понятно. Ну хорошо. Ну а что-нибудь спросите, кому-то не все понятно. Мы х в 28 представили как произведение х в 1 на х в 27. А если бы мы х в 27 представили как 9 раз х в 3 умножке, это было бы одно и то же? Или уже другое разбиение? Одно и то же, да. Это было бы одно и то же. Ну, то есть у нас... Это было бы... когда вот здесь, когда вот здесь открываем в копке, мы же берем вот это... вот этому разбиению будет отвечать какое слагаемое. Когда мы берем х отсюда и х в 27, вот он где-то здесь, да, будет отсюда. Ровно одно это слагаемое. А разбиение, когда будет 8 троек и 4 единицы, будет отвечать, соответственно, вот, ну, когда вот здесь х в 4 мы возьмем и х в 24 здесь. Просто каждому, около каждого слагаемого, вот, около каждого слагаемого здесь, вот здесь, я могу написать соответствующее ему разбиение числа... ну, соответствующего числа, да, и все разбиения будут записаны. Нормально? Да, да. Ну, хорошо, давайте еще попытка контрольного вопроса, на который, знаешь, как обычно, один человек ответит, да, а вы скажете, что ничего не понятно. Ну, вот, значит, как написать что-нибудь такое? Производящая функция, значит, вопрос. Производящая функция для разбиений на слагаемое равные 1, 2, 3 и 5. 1, 9 на 1, 9 на 6, можно на 1, 9 на... Они могут там подразить? Да, могут, могут. 1, 9 на 1, 9 на 6 на 6, квадрате, еще то же самое с кубом, и еще то же самое с 5-й степень. Вроде бы так. Так, кто считает, что так? Поднимите руку. Отлично. Ну, по крайней мере, я уж не знаю, по крайней мере, ответ правильный, и вы, по крайней мере, считаете, что он правильный. Надеюсь, что почему это так тоже хотя бы отчасти понятно. Ну вот, отлично, хорошо. Значит, с разбиениями мы разобрались, замечательно, тут как раз и лекция почти закончилась, но хорошо. На семинаре еще, я надеюсь, не знаю, но, может быть, сегодня вы успеете, может быть, сегодня не успеете, но, по крайней мере, начнете про них говорить. Отлично. Дальше, что, я даже не знаю, тут, конечно, сейчас начинать, начинать про числок талан довольно бессмысленно, наверное. Давайте я, еще, может быть, тогда скажу про разбиение, или не буду говорить. Ладно. Две минуты, давайте скажу. А вы вообще знаете, что такое число талан? Вот что. Нет, увы, нет. И на программировании ничего такого не было? Нет, Надеюсь, и не будет. Почему? Нет, давайте вы нам расскажите, и мы тогда пойдем на программирование. Нет, на самом деле, это такая очень алгоритмическая штука. Ну, в общем, давайте в качестве рекламы просто следующего раза тогда. В следующий раз. Если, если, будут числа каталана, это такой объект, комбинаторный объект, у которого есть очень много разных определений. если вы наберете в Википедии числа каталана, там, не знаю, 10 определений, наверное, будет разных. А, и еще 10 других каких-нибудь по-английски. Это число правильных скобочных последовательностей из 2n скобок. У нас будет такое определение. Число правильных Я знаю, это число правильных. Скобочных последовательностей. Последовательностей из 2n скобок. То есть, cn, n-ое число каталану. Если мы берем... Что-что? Одних и тех же скобок, допустим, круглых... Да-да-да-да, одних и тех же скобок. То есть, вот, например, ну, c0 у нас, как всегда, единица, c1 это 1, потому что есть вот такая штука и все. c2. Что такое правильная скобочная структура, я скажу в следующий раз. Скобочная последовательность. Потому что из 2, из 4 скобок можно вот так сделать, а можно вот так. Ну, то есть, как бы, чтобы, вот, например, вот это вот, неправильная скобочная последовательность. Да, должны все они так, открываться-закрываться. c3 равно ити... То есть, например, открыто-закрыто-закрыто-закрыто. И черное количество. Это будет правильно? Да-да-да-да. Ну, вот как так. Их всегда, их всегда закрывающих столько, сколько открывающих. Всегда открывающий идет раньше закрывающий. Вот. Ну, то есть, для трех, например, их 5 уже. Сейчас, значит, вот тут 3 открывающие, 3 закрывающие. Может быть, вот так. Может быть, соответственно, вот так. Раз, два, три. Может быть, еще вот так. и что еще. И еще, может быть, две внутри трети. Вот так. Ну, вот. В общем, вот эти числа c, cn, мы и будем изучать. У них действительно очень много разных комбинаторных определений. В общем, мы их будем изучать и их, конечно, говорить про их производящую функцию. Вот. Окей. Тогда вопросы принимаются. Расчетку сдавайте. Субтитры создавал DimaTorzok